всем огромный привет любителям готовить дома экспериментов на кухне сегодня делюсь с вами замечательным рецептом приготовления цветной капусты готовится быстро получается очень очень вкусно и к тому же полезно а что мы делаем как мы делаем сейчас все покажу и расскажу у меня довольно таки большой качан капусты размер не имеет значения можете готовить сразу два если небольших качанчик а также у меня горчица масло оливковое соус терияки можно заменить конечно же на свои вы смесь перцев также у меня травы смесь трав приправа карри и соль капуста в кастрюле включаю газ и отправляю ее варится нам нужно подварить капусту минут пять буквально вот как только водичка закипит минут пять мы дадим повариться капусточки можно даже не подсаливать тем временем пока варится капуста мы приготовим маринад для этого нам будет необходимо немножечко соли где-то пол чайной ложки я беру соли также сюда я отправляю где-то ну наверное опять же все зависит от размера капусты ну вот у меня наверное уйдет где-то три чайные ложечки соуса терияки опять же повторюсь можно заменить на соус соевый также я добавлю сюда ложечку горчицы такую сборкой хорошую это не обязательно вы маринад можете готовить по своему вкусу какие любите специи такие добавляйте также я отправила сюда смесь трав добавлю пол чайной ложечки где-то карри также мне понадобится еще оливковое масло тоже где-то наверное ложечки три чайных я сюда отправлю даже четыре у меня большой качан поэтому вот так и смесь перцев у меня добавлю сюда еще и перчиков вот такая у нас смесь маринад получается все это перемешиваю тщательно и и когда капусточка сварится я вам расскажу что мы будем делать дальше также нам понадобится еще один ингредиент это панировочные сухари обычные панировочные сухари при желании в маринад вы можете добавить еще пол чайной ложечки меда тоже получается очень вкусно вообще маринад вы можете готовить на свой вкус такие специи какие вы любите такие добавляйте основа только должна быть конечно же масло потому что мы капусту будем с вами еще запекать любое растительное масло соль смесь перцев и хорошо и этого будет достаточно вообще сочетание масла горчицы меда и соуса терияки или соуса соевого соуса очень хорошо подходит мариновать мясо и овощи капуста сварилась я ее достала уже вот и включила уже духовой шкаф вверх-вниз 190 200 градусов и сейчас вам расскажу что делаем дальше теперь на противень выстелила фольгу можно силиконовый коврик но не желательно пергамент но если нет ни того ни другого то можно и пергаментом воспользоваться и перекладываю сюда капусту переверну ее еще раз вот так сюда добавлю маринада чтобы пропиталась внутри переверну назад и сверху тоже буду смазывать маринадом вот так со всех сторон чтобы она вся покрылась маринаде ком можно это делать рукой перчатки кисточкой со всех сторон и внизу все теперь посыпаем сухарями обильно я готовлю и сухарями и без сухарей получается и так и так вкусно это уже по вашему желанию если немножечко вот так вот все таки еще выделяется водички с капустой туслейте ее и отправляем капусту запекаться до готовности минут двадцать капуста готова сейчас переложу на блюдо и будем пробовать ну вот буду пробовать для вас я знаю что это очень вкусно готовлю не в первый раз хочу сказать что очень хорошо подходит для гарнира и в качестве самостоятельного блюда кто любит цветную капусту вот видите все она просто вся стала мягкая кстати хорошо проверять вилочкой на готовность духовке и вот так разделяя на соцветия вы можете ее подавать в качестве гарнира или вот так целиком готовьте с удовольствием не бойтесь экспериментов заглядывайте на мой канал буду радовать вас интересными рецептами спасибо что подписываетесь спасибо за ваши лайки делитесь этим видео все на вам понравилось жмите на колокольчик чтобы получать оповещение о новых рецептах всего вам самого хорошего спасибо за просмотр! Продолжение следует...